Здравствуйте! Вы смотрите Курзенское телевидение. В эфире программа «Взгляд из Венсполса. События люди-мнения» в студии Татьяна Саксаганская. Впервые в Латвии пытаются получить тепло и электроэнергию из мусора. В соседних странах подобные станции уже действуют. Например, в Таллине, Вильнюсе и Клапиде. Большой опыт в вопросе получения энергии, сжигая мусор, который невозможно переработать, у скандинавских стран. В Венсполсе идет работа над созданием небольшой когенерационной станции. Сейчас устанавливают самый главный элемент – мощную топку. Два венсполских предприятия объединились в одном проекте, чтобы построить первую в Латвии станцию, которая будет производить энергию из сжигаемого мусора. Венсполский комбинат благоустройства, реализующий этот проект, планирует, что в результате создания когенерационной станции предприятие теплоснабжения «Венспол Силтумс» сможет использовать часть энергии, получаемой от сжигания мусора, собранного в Венсполсе, Венсполском крае и Кулдыге. Главная идея такова. Это не бизнес-проект как таковой. Чтобы реализовать такой проект, нужны огромные деньги. Общая мощность станции составит 8 мегаватт, тепловой энергии 5,6 мегаватт и электричество примерно 2 мегаватта. На сегодняшний день проделана половина работ по строительству новой станции. Задерживать строительство нельзя, так как довольно долго пришлось ждать софинансирования Европейского фонда Когези, размер которого более 9 миллионов евро. Сейчас мы первые в Латвии, но с мыслью, что в будущем таких станций будет больше. Ведь на полигоне можно будет хранить лишь 10 процентов, а значит, если не сжигать мусор, мы никогда не сможем выполнить эти нормы. Первая в Латвии когенерационная станция будет находиться в правобережной части города, в районе Парвенте, недалеко от жилых кварталов. Когда мы еще только взвешивали возможности реализации этого проекта, мы рассмотрели несколько вариантов, где делать, как лучше делать, где будет выгоднее всего. Учитывая, что в Парвенте и рядом есть котельная, расстояние небольшое, и можно провести тепло, которое будет производиться на новой станции. А также есть распределение электричества, оно тоже находится поблизости. Мы поняли, что это одно из самых логичных мест. Во время общественного обсуждения против проекта не проголосовал никто. Со своей стороны ответственные службы пообещали, что от работы станции не будет ни шума, ни неприятного запаха. На станции будут сжигать уже обработанные на полигоне отходы, и будет осуществляться постоянный мониторинг воздуха. Будет доступен мониторинг, все время можно будет следить за выбросами, которые попадают в воздух. Спешу успокоить людей, мусор не будут привозить напрямую после сбора. Сначала мусор будет поступать на полигон. Там его будут обрабатывать, отделять то, что для сжигания, и отдельно органические отходы. В итоге то, что пойдет на сжигание, будет высокого качества. Технологическое оборудование предусмотрено для таких отходов, которые нельзя перерабатывать и вторично использовать, но у которых при этом высокий индекс энергии. Стекло, пластмасса, металл – все это будет отсортировано. Эти отходы можно продать, сдать куда-нибудь, а вот что останется, то будет переработано в энергию – тепловую и электрическую. У нас договор о сотрудничестве заключен с предприятием «Венспол Силтум». Мы начали сотрудничество еще на этапе разработки документации, проведения закупочного конкурса. И сейчас, в процессе строительства, остались еще некоторые нюансы – решить, по чем будем принимать тепло, сколько его будем принимать и в какой момент, ну и тому подобное. Этот проект созревал более 10 лет, так как было ясно, что европейские директивы будут регулировать вопрос утилизации и использования отходов. Латвийская программа «Зеленого курса» предусматривает, что к 2035 году в нашей стране на мусорных полигонах можно будет хранить не более 10% отходов. Остальные 90% должны быть использованы. Одним из последующих шагов в этом направлении станет сортировка биологических отходов уже со следующего года. Понятно, что каждый следующий процент все сложнее. Хорошо ввели депозитную систему, бутылки PET забросили, но процент очень маленький. Депозитная система – это всего 2% от всех отходов. А чтобы увеличить процент использования отходов, надо придумать еще что сделать. Но что касается биологических отходов, то тут хорошая новость в том, что биологические отходы имеют большую массу. Людям нравится сортировать, но только если это очень удобно и если это кто-то делает за них. Можно поставить контейнер прямо возле двери, и все равно человек скажет, что ему что-то не нравится, и что сегодня он по какой-то причине не мог выбросить туда мешок, а выбросил в общий контейнер. Новая станция сжигания мусора позволит продлить ресурсы местного полигона. Самое малое – на пару десятков лет. Кто-то из украинских беженцев спешит вернуться домой, а кто-то, наоборот, покидает свою родину, спасая жизнь. Не осталось таких семей, которые бы не потеряли соседей, друзей, коллег, рассказывает Кристина Костинова, вернувшиеся из Украины в Латвию во второй раз. В этот раз всей семьей. Координатор украинских беженцев, проживающих в Венсплесе, сообщает, что количество беженцев не уменьшается и по-прежнему не хватает квартир. Я прошу местных людей, которые проживают в Венсплесе, помогать в вопросе размещения людей с Украины в своих квартирах и идти на сотрудничество с государством по поводу приема этих людей и использования государственных программ по компенсации жилья, потому что мы нуждаемся в вашей поддержке. И нет такой вероятности, что будет меньше поток людей. Зима идет, и большинство людей стараются перезимовать где-то в более благоприятных условиях, нежели чем в Украине. Как мы знаем, там есть и перебои дальше с теплом и с электроэнергией. И неспокойно. Это люди с восточной части Украины, южная часть Украины. Молодая мама Кристина приехала в Венсплес в марте, спустя месяц после вторжения России в Украину. Вместе с сестрой и 7-месячной дочкой Кристина проживала в Латвии 10 месяцев. Когда мы сюда ехали первый раз, я вообще не знала, куда я еду, как и где я буду жить. У меня это просто все было абсолютно непонятно. Я только уже по ходу дела разбиралась, где я нахожусь, что это за город, что мне нужно делать, какие документы оформлять, как я могу тут вообще существовать. Одна с 7-месячным ребенком, и что мне вообще нужно делать в этой жизни теперь, в новых реалиях. Домой Кристина вернулась к Рождеству. Это был самый большой для нее подарок. Последний раз маленькую Киру ее отец видел, когда ей было всего 7 месяцев. По возвращению домой Кире уже было полтора года. Она научилась ходить и разговаривать. Иллюзии о том, что ракеты больше не ударят по Одесской области, оказались напрасными. Россия не выполнила соглашения о зерновом коридоре и неприкосновенности порта. Каждый раз Хайла Кристина провожала мужа на работу. Это было как в последний раз. Я проснулась в очередной такой раз. И у нас есть разные каналы, где военные пишут, что сейчас дадут тревогу, что ракеты летят в том направлении или в том. Просто, чтобы люди понимали, где торопиться и бежать в укрытие, а где можно спокойно себя более-менее чувствовать. И начинают писать, что в направлении нашего города летят ракеты, и у нас 2 минуты времени. И не факт, что их собьют. Кристина живет на 9 этаже. Как и у многих других, в ее доме нет бомбоубежища. Прятаться на лестничной клетке 1 этажа вместе с ребенком на руках стало обычным делом. У меня каждую ночь, поскольку каждую ночь были обстрелы, у меня стояло автокресло, у меня стояла сумка с деньгами, с ключами от машины, с вещами первой необходимости, с документами. Ребенка я одевала. Ну, поскольку уже было тепло, когда участились эти обстрелы, я ее одевала так, чтобы я могла ее в случае чего схватить, укутать в одеяло и убежать. Живем мы на 9 этаже там, и всегда приходилось пешком бегать. Почему? Потому что страшно было застрять в лифте, в случае чего, если попадут куда-то. За те 9 месяцев, которые Кристина провела на родине, ракет стало в огромное количество раз больше. Пережить это помогла маленькая Кира. Ей удавалось сладко спать даже при большом шуме. От ударов ракет распахивались дверцы шкафов. В настоящее время Кристина вернулась в Латвии вместе с семьей мужа, а ее супруг достаточно быстро устроился на работу. В общежитиях тесно, но зато безопасно, говорит Кристина. В прошедшую субботу в рамках латвийско-эстонской баскетбольной лиги «Павбэ» в Венсплсе встретились команды БК Венсплс и Авис Утилитас из Раплы. Хозяева одержали первую домашнюю победу со счетом 88-78. В турнирной таблице Венсплс сейчас на 10-м месте. Команда Раплы на две позиции ниже. В перерыве баскетбольного матча состоялось награждение спортсменов, показавших высокие результаты на чемпионатах мира и Европы по тяжелой атлетике. Денежные призы вручили Ритвуру Сухареву, завоевавшему бронзовую медаль, на чемпионате мира в дисциплине «Рывок» в весовой категории до 73 килограммов. Даниэла Иванова на чемпионате Европы Ю-23 в дисциплине «Рывок» в весовой категории до 76 килограммов заняла третье место. Арман Смежинскис удостоился приза за второе место на чемпионате Европы Ю-23 в весовой категории до 89 килограммов. Особых слов благодарности удостоились тренеры штангистов Эдуард Андрушкевич и Виктор Щербатых. Призы вручил заместитель председателя Венсполской городской думы по вопросам сотрудничества Гонт из Бломберкс. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok